Ежегодно в Ленинском районе города Бреста проводится итоговый конкурс «Педагогический Олимп» среди учреждений среднего и дошкольного образования. Оценка школ и детских садов проходит в течение всего календарного года. Жюри обращают внимание на качество образования и воспитательную и педагогическую работу в разных направлениях, подбор кадров и экономическую составляющую, а также на инклюзивность учреждений образования. Сегодня подводим итоги нашего конкурса на лучшее учреждение образования Ленинского района. Конкурс у нас не новый, конкурс проводится с 2016 года. И хочется сказать, что он абсолютно неформальный конкурс, потому что мало того, что он проводится по тем критериям, которые определяет Министерство образования, то есть статистика, учет, мониторинги наших учреждений образования. Конкурс проходит и видно по руководителям и коллективам наших учреждений образования, что есть очень высокая заинтересованность быть лучшим. Лучшим среди лучших это всегда, конечно, очень почетно. Конечно, главный критерий нашего любого учебного заведения, будь то это дошкольное заведение, детский сад или это учреждение образования школы, это наши дети. И поиск вот создания условий для пребывания наших детей, для стимуляции их развития, это, наверное, самое главное в работе наших педагогических коллективов. Разные критерии, конечно, все входит вот в этот один большой, это и работа с кадрами, это самое главное качество образования, это воспитательная работа, это экономика наших учреждений образования, что немаловажно, инклюзивное образование. Из этих критериев формируется один главный победитель. Номинаций много и в каждой нашелся свой победитель. Кадры, экономика и образование, вторичное сырье, инклюзивное образование, организация воспитательного процесса. Все лауреаты получили призы от гостей и судей, представителей администрации и общественных организаций. Действительно, праздник уже восьмой раз, как уже сегодня сказали, проходит в подведении итогов. Определяются лучшие из лучших учреждений образования. Как сказал глава государства Александр Георгиевич Лукашенко, чтобы быть в тренде, нужно постоянно совершенствоваться. И тому пример наши учреждения образования. С каждым годом учреждения образования, я говорю о всех, «Все лучше, все краше». И добиваются определенных побед и определенных достижений. Победителями педагогического Олимпа стали средняя школа номер 5 и детский сад номер 51 города Бреста. Серебро у гимназии номер 1 имени защитников Брестской крепости и детского сада номер 6. Третье место у средней школы номер 9 имени Наганова и детского сада номер 10. Прекрасный день, прекрасная награда. Мы к этой награде шли два с половиной года. Я работаю на этой должности два с половиной года. Это заслуга всего коллектива. Они у меня молодцы, большие, умнички, старательные. И обрадуюсь сегодня такой замечательной наградой. Дальше будем стараться побеждать, брать высокие, более вершины. Второе у нас впереди место. Первое, я надеюсь, будет. Поэтому очень приятно и есть желание стремиться дальше, работать, постигать. Вы знаете, на самом деле, результат, к которому шли, не один год. Этот результат работы слаженной команды, которая на протяжении уже многих лет стремится действительно к важному. Это, конечно же, качество образования, это воспитательный процесс в школе. Но и у нас номинация «Инклюзивное образование». Особенные детки у нас не остаются в стороне. Мы стремимся к тому, чтобы они были частью школы, жили нашей такой разнообразной жизнью, включались любые наши мероприятия. Награждение лучших учреждений образования – это ещё один шаг к созданию благоприятной и прогрессивной образовательной среды, нацелены на подготовку будущих лидеров и звёзд науки. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.